Всем привет, мои дорогие! Меня зовут Елена Галант и я, как всегда, неизменно рада вас приветствовать у себя в гостях. Сегодня мы с вами поговорим о маникюре. Итак, какой же выбрать маникюр? Базовый или трендовый? Какую правильную форму свободного края ногтя выбрать конкретно вам? Обо всем этом мы будем говорить в этом видео. Итак, в этом видео я вам расскажу про всеми любимый базовый вариант маникюра, какую форму правильно выбрать и какие интересные трендовые варианты в сфере маникюра существуют на сегодняшний момент. Итак, начнем с того, что я хочу сказать, что если и есть в вашем внешнем виде какой-то момент, какая-то деталь, которая в наименьшей степени должна зависеть от трендов моды, так это именно ваш макияж и ваши ногти, то есть ваш маникюр, потому что здесь важно подобрать то, что будет идеально смотреться на вашем лице, на ваших руках, то, что идеально будет соответствовать вашему образу жизни и меньше всего вспоминать о том, какие тренды или антитренды существуют в данном конкретном случае. Итак, в самом начале еще хочу поговорить о форме свободного края. Обожаю, как говорят мастера маникюра, линию улыбки. Вот каждый раз, когда я говорю линию улыбки, я автоматически улыбаюсь. Только за это я готова всех вас, мастеров маникюра, обнять и поцеловать. Ну это же здорово, линия улыбки. Так вот, есть одно простое правило. Если у вас правильная форма ногтей, а в принципе у большинства из девушек она правильная, я имею в виду боковые стенки ногтя параллельны друг другу или хотя бы примерно параллельны друг другу. Так вот, если у вас правильная форма ногтей, то форма свободного края должна зеркально отражать линию кутикулы. Повторяю, зеркально отражать линию кутикулы. Если немного упростить, то есть три обобщающие формы линии кутикулы. Это квадратная, овальная и более заостренная. Так вот, если у вас, к примеру, квадратная форма линии кутикулы, то выбирайте более квадратную форму ногтя. Не обязательно циркулем вымерять, миллиметрами вымерять. Это общее примерное правило. Если у вас квадратная форма кутикулы, то выбирайте или квадратные ногти, или овально-квадратные. То есть квадрат с плавными, скругленными краями или что-то в этом роде. Но ни в коем случае не впадайте в крайности. Если у вас зауженная лунка, зауженная форма кутикулы, то не выбирайте квадратную форму ногтей. И если у вас квадратная форма лунки, то есть линии кутикулы, не выбирайте заостренную линию ногтя. Это будет выглядеть негармонично, это будет сильно бросаться в глаза и не будет добавлять красоты вашим рукам. Кстати, важный момент, как определить линию кутикулы. Не смотрите на свои большие пальцы, потому что в большинстве случаев у них квадратная линия кутикулы. Посмотрите на свои все остальные пальцы, по ним и ориентируйтесь. Вот это для вас такое главное правило, с помощью которого можно всегда выбрать правильную форму свободного края своего ноготочка. И тут же, наверное, у вас возникает вопрос, а если у вас на различных пальцах различная форма линии кутикулы, тогда я вам могу сказать, что грамотный мастер маникюра усреднит вашу ситуацию, выберет усредненную форму ногтей. Идем дальше. Базовый маникюр. Почему я так активно рекламирую именно базовый маникюр и буду его настоятельно вам рекомендовать? Потому что это самый универсальный вид маникюра. Я знаю много девушек, которые в понедельник одеваются в офис по деловому, вечером переодеваются, сексуально идут на вечеринку, во вторник у них другое настроение, в среду у них смарт-кэжуэл, в четверг у них бохошик. И вот если вы выберете базовый вариант маникюра, вам не придется каждый раз менять цвет лака, или по крайней мере вы не будете чувствовать, что ваши ногти не совсем сочетаются с остальным аутфитом, и будет какое-то чувство дискомфорта. Поэтому самый идеальный вариант, особенно если вы та девушка, которая любит разнообразие образов, это три базовых цвета. Красный цвет, и я тут повторю любимую свою фразу, человечество не придумало ничего лучше, чем красивый красный маникюр на ухоженных руках. Второй вариант это нюдовый, молочный, бежевый, все оттенки телесного цвета. И третий вариант это темно-сливовый, то что мы называем черным лаком, но по сути он черным не является, это или темно-поглажанный, или темно-темно-фиолетовый, или темно-бордовый, любой очень темный цвет. И сейчас по пунктам разберем, когда стоит выбирать тот или иной оттенок. Итак, начнем с красного. Как я уже сказала, это самый красивый и самый изысканный цвет лака для ногтей. Если вы мне скажете, что вы не любите красный лак, то я вам отвечу, что скорее всего речь идет о четырех случаях. Итак, первый случай. Вы много работаете по дому, ведете активно домашнее хозяйство, много работаете. И красный лак, соответственно, уже на третий-четвертый день или стирается у вас на краях, или кутикула выглядит неухоженной. И тогда, да, я вам скажу действительно, что красный цвет лака это не для вас. Или вы готовы каждых 4-5 дней освежать свой маникюр, полностью с нуля его повторять. Это первый случай. Второй случай. У вас некрасивая форма ногтей. Давайте признаем тот факт, что действительно очень редко, но все же бывает, когда у женщин, у девушек и у мужчин откровенно некрасивая, непропорциональная форма ногтей. В этом случае, естественно, лучше выбирать телесные лаки, которые сливаются с цветом вашей кожи, потому что вы сами понимаете, что любой яркий, насыщенный цвет привлекает внимание. И если вы на некрасивую форму своих ногтей нанесете слишком яркий, бросающийся в глаза лак, то, естественно, он будет привлекать внимание. А это то, что мы пытаемся избежать. Третий случай. Вы просто не нашли свой идеальный оттенок. Я хочу подчеркнуть, что я не фанат теории цветотипов. Я считаю, что ее откровенно переоценивают. Но если вы ярко выраженный типаж, например, вы ярко выраженная рыжая бестия с натуральными рыжими волосами, с очень теплым подтоном, персиковым приятным глазу, теплым подтоном кожи, тогда выбирайте красные цвета в теплых оттенках. Это, к примеру, может быть оранжевый, коралловый, любые оранжевые оттенки красного, алый, к примеру. Такие красные вам точно подойдут. Или наоборот, если вы ярко выраженный холодный подтип, то выбирайте холодные оттенки красного цвета. Это ягодные, малиновые, те цвета, в которых есть немного синевы, немного синего подтона. Вот такой цвет 100% будет смотреться на вас красиво. Да и кроме того, самое что интересно, что такие цвета, они как хамелеоны, они смотрятся органично на вашем теле, и всем окружающим кажется, что это классический оттенок красного цвета, потому что он правильно вам подобран. И только вы знаете, что на самом деле это ягодный оттенок красного. Далеко не классический красный. И четвертый случай, почему вы можете не любить красные ногти, это, возможно, вы Кейт Миддлтон или Меган Маркл, или кто-нибудь из ее сестер или ее ближних сородителей. Что я имею в виду? Наверное, вы и без меня знаете, что есть понятие королевского дресс-кота, который предполагает тот факт, что персоны голубых кровей обязаны носить на ногтях молочные бесцветные оттенки лака, которые не видны на расстоянии нескольких метров. И, кстати, вы можете взять эту хитрость на заметку. Для создания самого благородного и элегантного образа нужно использовать именно телесные оттенки. Если вам просто нравится эта картинка, как благородно, изысканно выглядят королевские особы, то выбирайте молочные телесные оттенки. И, кстати, тут еще одна очень маленькая интересная пометочка. Говорят, что ее величество, начиная с 1989 года, всегда носит на ногтях лак бренда Issy. Оттенок называется Balay Slippers, то есть пуанты балерины. Считается, что это самый идеальный, самый правильный оттенок нюдового цвета, который только можно себе придумать. Я не буду настаивать, что это действительно так. Я просто оставлю ссылку и название этого цвета в инфобоксе. Вы можете сами проверить, действительно, настолько ли этот нюдовый оттенок, настолько ли он идеален. Продолжая тему нюдовых оттенков, я уже сказала о том, что это самые благородные цвета. Вторая причина, почему стоит выбирать молочные нейтральные оттенки на ногтях, это тот случай, если вы любитель украшений. К примеру, если вы любите носить по несколько колец на одной руке и несколько браслетов и часов на одной руке, тогда выбирайте нюдовые нейтральные цвета, которые практически незаметны на вашей руке. Тогда не будет стилистического перегруза в одном месте. Или, к примеру, если вы любите крупные украшения, пускай вы любите носить одно кольцо, Но очень крупное массивное кольцо Или один браслет, но очень крупный массивный браслет Тогда тоже все-таки старайтесь выбирать более нейтральные молочные оттенки Есть, конечно, исключения К примеру, это стиль Бохошик, который сам по себе, который по определению предполагает перегруз в деталях Бохошик это всегда перегруз в деталях Вышивки, сложные фактуры, сложные ткани, фактурные ткани И вот тогда изобилие украшений на одной руке и три кольца, четыре кольца Плюс целый ряд браслетов Будет здорово смотреться с красными ногтями Но это основы стиля, это то, какой этот стиль есть сам по себе И еще в этом же месте хочу тоже дать вам маленький совет Если вы любите молочные оттенки, летом на загорелых руках они всегда будут хорошо смотреться Осенью и зимой, то есть более холодное время Выбирайте более насыщенные, кофейные, серые, темно-молочные цвета И тут тоже опять будет уместно вспомнить про теорию цветотипов Для девушек с теплым оттенком кожи выбирайте более коричневые, кофейные цвета Все кофейные напитки будут здорово смотреться на ваших ногтях и при этом достаточно таки минималистично И наоборот, если у вас холодные оттенки кожи, то выбирайте более серые оттенки Они будут более гармонично смотреться на вашей коже Такие кофейно-серые оттенки Кстати, года три назад, возможно, они вошли в тренд и до сих пор существуют Они очень стильные, очень минималистично смотрятся, особенно в холодное время года Ну и третий вариант базового маникюра, который идет практически всем И который вписывается в любой стиль, в любые образы Это темно-сливовый, темно-баклажанный, темно-бордовый, любой около черный цвет И, конечно, здесь опять же есть тот же самый недостаток, как и с красным цветом За ним нужно особенно тщательно ухаживать Если вы много работаете по дому, много делаете руками, то этот лак быстро потускнеет И ваш маникюр уже на четвертый день не будет выглядеть так идеально, как в первый день после маникюра Поэтому в этих случаях его избегайте Во всех остальных случаях вы вольны выбирать эти темные насыщенные цвета Они тоже будут особенно хорошо смотреться в холодное время года И постепенно переходим уже к более нестандартному маникюру, более интересным проявлениям И первый вариант, который я хочу вам предложить, это лунный маникюр Вообще, лунный маникюр считается ретро-маникюром Он появился в 20-30-е годы в Америке И в наш день, на сегодняшний день, он прежде всего ассоциируется с Дитой Фон Тис Которая ввела его в ярко выраженный тренд несколько лет тому назад Может быть, даже больше, чем несколько лет тому назад Но всегда этот маникюр, по крайней мере, лично у меня, ассоциируется с Дитой Фон Тис Он здорово будет смотреться на девушках, которые всегда выглядят безукоризненно Которые всегда выглажены, вычищены Которые предпочитают, естественно, ретро-стиль То есть, очень женственный Очень элегантный То есть, такой стиль, который по максимуму раскрывает вашу женскую сущность И еще не забывайте о том, что этот же маникюр может выглядеть здорово и в современных проявлениях Например, не в классической форме красно-бежевого сочетания А в более трендовом варианте темно-баклажанный плюс бежевый Или когда форма лунки прорисована каким-то нестандартным способом Такой маникюр тоже будет очень трендово и современно смотреться на ноготочках И переходим уже непосредственно к понятию nail art Вообще, это, наверное, то слово, которое больше всего меня пугает В принципе, до сих пор меня пугает Но все же есть вариант интересных рисунков на ногтях, которые стоит попробовать Которые будут выглядеть стильно и интересно Итак, я хочу вам показать несколько вариантов Я сделала подборку Объединяющий момент в этих всех маникюрах заключается в том, что основа у ногтя остается прозрачной То есть, мы используем основу прозрачный, полупрозрачный телесный лак И на него наносим с помощью простых цветов, таких как черный, красный Наносим геометрические рисунки Вспоминаем все наши уроки геометрии Это могут быть просто полоски, точки, капельки, кружочки, треугольники, прямоугольники Вот такие варианты будут выглядеть современно Не будут перегружать ваш образ Не будут ассоциируться с вульгарностью или безвкусицей Вот такие варианты будут смотреться интересно И последним пунктом хочу еще тоже как отдельный тренд Показать вам такую же полупрозрачную основу Но полоски или капли сделаны золотым лаком Вот такие варианты, мне кажется, особенно интересны Особенно трендово будут смотреться Особенно сейчас, когда у большинства из нас загорелые руки И вот этот полупрозрачный лак будет подчеркивать благородство рук А золотые точки, золотые полоски будут добавлять немного изюминки На этом я буду с вами прощаться Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось И да, кстати, не забывайте подписываться на мой канал Потому что в последнее время у меня нет стабильного графика выхода видео Для того, чтобы вы их не пропускали Вам нужно не просто подписаться на канал, но и нажать колокольчик Тогда вы будете получать каждый раз, когда у меня вышло новое видео Получать оповещение от YouTube Так что не забудьте поставить лайк этому видео, если оно было для вас полезным И я просто пожелаю вам хорошего настроения и солнечного дня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!